большой всем привет сегодня расскажу об одной из самых интересных игр в моей коллекции скажите какой интерес если эта игра есть чуть ли не у каждого второго любителя настольных игр это же кубарем по галактике но не у каждого второго конечно у каждого пятого точно потому что она вышла еще в те давние времена когда любая локализация это было целое событие и фактически все любители настольных игр заказывали почти все тем более кубарем по галактике которая находится в сотне самых популярных игр по версии board game geek если так уж делать так вот почему же она для моей коллекции очень интересная очень своеобразная игра во первых это мое самое наверное большое расстройство на заве становления моего хобби по очень простой причине это первая игра в которую я не смог научить играть других людей не смог при это при том что до этого я как раз изучил и мы освоили семью и мы гораздо более сложные игры я уже думал что уж такой филлер на кубиках то освоим запросто и мы начали изучать и я понял что я в нее не врубаюсь они вырубаясь самостоятельно я не смог донести ее до других людей и было даже две попытки я двум разным людям пытался объяснить эту игру и оба раза потерпел сокрушительное поражение то есть для меня эта игра несмотря на то что она совершенно простая по правилам вот ну 10 страниц несложных правил это при том что я изучал гораздо более сложный и обучал людей гораздо более сложным с этой игрой я ничего не мог поделать и она у меня такая родила своего рода комплекс а потому что потому что было такое своеобразное изумление что что почему почему в эту игру так сложно научить играть сейчас я попробую на этот счет поговорить и будет кое-что интересное и так больше больше прошло больше двух лет как она у меня в коллекции я ее не доставал с этого времени потому что у меня начинается сразу паника если нужно объяснять кому-то кубарем по галактике с оставшиеся с тех давних времен так вот я спустя года два года достал потому что я нашел для него а своего рода алгоритмический бот как как будто для на хроне кто следит за моим каналом знает что я сейчас закончил съемку по анахроне и там был всплес храна ботом который мне очень понравился и вот задавшись целью найти что-то подобное я нашел храна бот ну вернее не хрона бот конечно ролла бот для galaxy начал играть и снова я столкнулся с той же с тем же эффектом я взял правило и первые две-три страницы просто не понимал что это такое почему так сложно понять как она играется возобновил потом начал сыграть и все нормально оказалось что это своеобразный эффект не только для меня свойственен посмотрите даже в моем маленьком инстаграме несколько человек написали что тоже не не могут донести правила этой игры почему все таки я оставляю эту эту игру в коллекции до сих пор нам не кажется одной из самых интересных в ней все что мне нравится небольшое количество кубиков с контролируемым рандомом мне космическая тема в ней есть мешочек из которого вытягивается случайным образом целые планшетки с информацией с красивым артом механика стиль игры как ком комбы эта игра которая мне заходит но в которую я никого не смог научить играть и почему это так разбираясь этой игрой я подумал что наверное из-за того что в этой игры в этой игры очень нестандартная логика игрового процесса каждый кубик здесь во первых должно дойти что это не просто кубики это есть еще и население которое может быть кем угодно зависимости от правил от размещения от своего состояния допустим если в нормальной игре кубик это кубик миппл это миппл то в данной любой кубик может одновременно быть и разработчиком и научным работником и поселенцем и товаром и ракетой и исследователям причем исследователи может быть одновременно и зарабатывающим деньги и и следующем новые новые планеты при этом поставка может быть одновременно и за и заработком денег на продажу товары и заработком победным очков победных очков причем если кубики выкидываются определенным образом то это не значит что они вот просто здесь они ставятся они могут быть превращены по какому-то принципу например товар может стать исследованием потому что вот и вот это вот логика этой игры настолько не человеческая какая-то китайская японская что человек ее сходу уловить просто не может и вот две мои попытки объяснить эту игру в общем-то нормальным людям провалились таким треском они на меня смотрели такими глазами что ну на хрена вот в это играть то есть они как бы поняли механику до делали то что я говорил кидали кубики размещали но в чем интерес совершенно не поняли и хором сказали что во что угодно будем играть только не в это но самое потрясающее в этой игре что она когда доходит она доходит сразу же целиком и полностью то есть как только ты понял как она играется тебе становится понятно что проще правил просто мало у какой игры да тут очень много разных кубиков у которых есть разная статистическая вероятность выпадения того или иного свойства то есть белый и желтый кубик это одно и то же но желтый чуть-чуть лучше работает с постройками то есть есть генетический кубик который может даже я не знаю даже вот сейчас спустя два года и уже поняв эту игру я все равно я не могу толком объяснить так вот в какой-то момент когда вот это вот замороченные правила с первого взгляда становятся ясными тебе как будто просветление в голове и тебе становится понять вот этой подсказки достаточно для игры ты просто играешь как филлер очень быстро все понятно здорово замечательная супер игра которая конечно больше пассианс из-за чего с вот я сейчас покажу роллобота из-за чего можно играть в одного с не меньшим интересом чем в компании потому что даже в компании вы все равно сидите со своей цивилизации и пытаетесь компить все это дело мне не играет очень нравится несмотря на то что я не смог никого в нее привлечь у меня даже есть органайзер и я ее не собирался продавать несмотря на то что в нее сложно играть одному то есть до того как я нашел желобот я так и думал что она будет лежать просто как напоминание мне о горечь и неспособности донести смысл игры другому человеку хотя сейчас прошло время и возможно что у меня навыки объяснения улучшились и сейчас я это смог бы сделать может быть даже попробую в чем здесь суть у вас есть вселенная в которой у вас есть стартовая планета вот вы допустим археолог археологи иных есть технология есть мир разведского камня иных то есть вот ваш мир пустынный ничего там нету есть какой-то базовая мир и технология треугольнички это технологии кружочки это мир и меры дают вам население технологии дают какие-то возможности начали у вас есть до стандартные два кубик два кубика два населения которые могут превращать во что угодно причем глазика исследования у вас больше на одно чем всех от остальных то есть вероятность исследования чуть выше в чем смысл допустим мы построили себе какую-то еще планету каждая планета дает что-то еще вот получили этот мир добавьте к населению такой-то кубик каждый кубик по цвету в принципе они все равно равнозначны но количество граней разное то есть допустим кубик потребления сиреневый тут смотрите нас в основном ракеты раз два три три ракеты один джокер то есть фактически четыре ракеты можно и один глазик и и одно исследование то есть имея такой кубик вы соответственно можете больше делать поставок и так далее добавляете добавили еще планету у вас добавилось еще такой какой-то кубик там такой секори очень разные вы платите денежки за то чтобы получать этих кубиков себе в стакан стакан это как бы рабочие которые активны здесь которые спят ход заключается в том что вы просто кидаете кубики смотрите что вам выпало какие рабочие выпали на этот раунд соответственно если есть ракета 2 разработки одно исследование один джокер куда хотите поставили ну допустим тут лежит у нас технология которую нам надо исследовать для этого три нужно три работника как это джокер мы можем его отправить куда угодно допустим сюда плюс мы должны выпасть статью которая будет гарантированно срабатывать допустим нам надо гарантированно здесь размещаем так значит следующей стадии 3 работника пойдут сюда построить эту технологию вас добавляется вселенной какая-то какое-то свойство есть мгновенный эффект этого свойства можно убрать любой свой кубик и добавить денежку и военный кубик и так далее то есть вы изменяете население вы изменяете состав цветовой зарабатывайте деньги чтобы у вас было население вот этот процесс мне очень интересен и зачем это делать она почему-то до людей никак не доходит то есть в чем интерес игры объяснить невозможно его можно только почувствовать если в каких-то более простых играх ты сразу можешь донести не только игровой процесс но и в чем здесь прикол здесь это невозможно то есть ты можешь объяснить как ходить но в чем здесь кайф человек может почувствовать только сам когда он начнет понимать взаимосвязь денег кубиков и технологий в комплексе и когда вот это раскрывается игра становится просто супер я вот играю уже несколько дней просто просто в восторге такой своеобразной ренессансы игры кубрием по галактике и в основном это возвращение к давние игры игре и возрождение интерес и как бы немножко на сердце стало легче что классная игра перестала просто лежать на полке все это получилось благодаря двум вещам во первых я нашел эту игру на board game арене и повторил правило вживую чтобы попробовать там поиграть ну а вторая гораздо более интересно я нашел ролла бот бот который играет за живого игрока с тобой при том он играет настолько классно что я удивился что человек додумался до такого в общем то не сложного механизма который вполне равноценно играть и сыграл несколько партий одну вчера даже выиграл правда со счетом 38 39 но тем не менее его можно победить и с ним можно играть очень даже неплохо и моя задача сейчас показать вам как можно играть соло в куба и по галактике для тех кто находится в том же самом положении что и я то есть любят эту игру но не могут донести эту любовь до других игроков и она у них лежит пылиться страдает от того что поиграть в соло как бы в нее кажется что невозможно из-за того что есть шторки для того что здесь есть скрытое скрытые механизмы то есть как бы в таких играх соло играть или невозможно ли неинтересно с этим роллоботом играть интересно и обязательно хочу его показать ну и вторая часть видео будет это я сыграю с какими-то из опытных игроков на board game арене пока я там сыграл пять партий все проиграл заняв последнее место то есть настолько там сильно играют то есть это настолько игра не рандомная хотя кажется такая куча кубиков это же рандом полностью нет здесь решает только умение только знание и я с каждым из каждой игру играем все лучше и лучше она раскрывается все интересней когда ты начинаешь уже каждый кубик просто применять с наибольшей отдачи когда ты каждую технологию стараешься не просмотреть когда ты уже сознательно выискиваешь нужную те планету из этого из этого мешка с кучей тайлов то есть понимание увеличивается и удовольствие от игры увеличивается ладно хватит разговаривать давайте переходить к делу в следующем видео я расскажу как играть с хроноботом и поверьте это очень прикольно и очень оригинальное изобретение я не могу это не показать когда я монтировал видео по roll for the galaxy я первый раз выиграл все таки набор геймарине да я снизил уровень игроков тем не менее 166 против моих единички было я выиграл правда со счетом 39 39 это по какому-то тайбрейкеру видимо выигрыш я даже не знаю фух это было классно вот такая ситуация есть я начинаю понимать эту игру все это маленькая такая дописка самому себе просто подтвердить дату первой победе на борт геймарине то есть чем дольше играешь тем больше растет твой профессионализм в этой игре и это приятно